Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симуляторы. В этом обзоре предлагаю вам продолжить садово-огородную тему, а именно поговорить о моде Fruit Orchard, или в переводе на Великий Могучий Фруктовый Сад. Что касается того, какие авторы над ним работали, это Black Dragon 23, Богдан 538 и Джинку 89. Собственно, последний автор, он из Польши, этот мод постоянно обновляет, что-то у него добавляет, убирает, и надо сказать, что в целом мод получился довольно симпатичный, со своими плюсами, но и, ребят, своим одним ярко выраженным минусом, который касается визуальной части деревьев и фрукты, которые на них висят страшноватенькие, что есть, то есть. Ну, сейчас все сами выйдете. Итак, поехали в меню строительства. Переходим в стройку, находим мы производство Фруктовые Сады, где у нас появляются две такие большие площадки, на 150 тысяч у ее стоимостью и на сотку. Что касается 150 тысяч, тут у нас, как видите, дудиковинные всевозможные фрукты, включая, например, миндаль. Ну, а то, что попроще, поддешевле, тут и груши, и яблоко, и вишни, и сливы. Ну, и также это добро можно сажать отдельно взятым деревцем, в такой катке. Так что все, что не захотите. Хотите большой фруктовый сад, хотите вращивайте вот такой своеобразный, расставляя в разные части своей фермы, конкретное деревце фруктовое. Так, что касается требовательности этого самого мода к поверхности, оно должно быть гладкое. В противном случае, разумеется, этот фруктовый сад сам себе выровняет место и получится, вот как у меня, например. Видите, точка разгрузки, она так вдавила вот это неровное место, ну и немножечко кривовато смотрится. Но, надо сказать, что не будет большой проблемы. Здесь мне разгружаться на любой абсолютно технике. Сейчас все сами, разумеется, и увидите. Ну, вот такая наборка, видите, фруктов у нас. Мы выберем вишню, сразу скажу. И также вишню, отдельно взятую я вот поставил, деревце в катке. Что касается расходников, которые необходимы, чтобы вырастить наш фруктовый урожай. Ну, в первую очередь нам нужна вода. В вторую очередь нам нужен навоз, либо компост, если таковой есть на карте. В общем-то, это две, ребятки, ключевые составляющие. Как только мы добавляем, наш сад сразу же позеленеет. Пока он, конечно же, мягко говоря, страшный. Конечно, текстура коры вишни выдает в этом деле вишню. Но в остальном, конечно, деревья из фильма ужасов. Пока это именно так. Ну, как только мы сейчас добавим налоз и воду, жизнь резко изменится. Это хотя бы позеленеет добро. Так вот, помимо, друзья, навоза и воды, можно добавить еще несколько расходников, которые станут своеобразным густом и существенно увеличат наше производство. Во-первых, нам нужно, друзья, добавить твердые, ну, сухие удобрения. Во-вторых, речь идет об извести. Ну, и в-третьих, есть такая история, как палеты. Они идут со всеми абсолютно производственными модами Аджинко. Аджинко их порядочно уже наштамповал. Так вот, эти палеты находятся у нас уже вшиты изначально в магазин, как только мы этот мод устанавливаем. Там можно купить либо спайку на 1000 литров, либо сразу на 8000 литров. Ну, и так планомерно грузиться, привести все это добро и получить такой вот бустик хороший для нашего производства. Надо сказать, ребятки, что этот самый мод работает с модификацией Production Revamp. Поэтому ее необходимо обязательно иметь. Причем в крайней версии. Так что на модхабе, если у вас нет этого мода, скачайте. Хотя он, наверное, есть у многих. Ну, либо обновите, если он у вас застаревший. И вот с этим модом можно спокойненько будет работать. Собственно, он позволяет этот самый мод спокойненько прописать готовую продукцию, а именно вот все, что нам будет давать этот самый наш фруктовый сад в дефолтные магазины. Поэтому с этим модом не идет точка продаж. Хотя обычно со всякими мультифруктовыми производствами авторы добавляют какую-то переделанную точку продаж. Но вот в данном случае она не нужна, потому что все продукты прописываются в дефолтные магазины. В данном случае у нас карта Эллимкоритик абсолютно дефолтная. Во всей точке продаж, где это можно действительно по-уму продавать. Все это абсолютно добавлено. Сами в конце этого обзора увидите. Итак, продолжаем разгружаться. Вот вода у нас пошла. Ключевые расходники загрузили. Как видите, как только добавили на усоводу, сразу наш вишневый сад позеленел. Листва появилась. Теперь осталось накинуть сухие удобрения и, собственно, те самые фалеты. Ну вот пока, ребят, я буду муторно разгружаться. Наверное, несколько слов скажу о том самом авторе Джинко 89. И с его работами, наверное, так или иначе, многие уже знакомы. Тем, кому нравятся производственные всевозможные паки. Во-первых, Джинко выполнил мультифруктовую версию поиска карты Рогатки. Он не является автором оригинальной версии карты. Вот мультифруктовая карта многим, друзья, зашла. Опять же, с модами Джинко. Поэтому этот польский автор в дальнейшем стал выделять вот те производства, которые он добавил на карту, в один общий пак и, плюс ко всему, отдельный. Их стало раскидывать по модам. Вот один недавно я такой мод показывал. Он касается тепличных комплексов всевозможных. Маленьких, больших, открытых, закрытых. Очень симпатичный, на самом деле, мод. Он по визуалу очень хорош. И, ну, и по выходу продукции, а также по ее стоимости. Все там в полном порядке. Ну, вот, что касается этого самого мода, то тут, надо сказать, да, визуал. Вы сами все, ребята, прекрасно видите. Мы пока видели, конечно, вблизи только страшные стволы вишни. Ну, мы, разумеется, подойдем поближе, посмотрим и на листву, на зеленую. Ну, и, конечно же, на момент, когда созреют самые вишники, появятся. И на них будет, конечно, не то, чтобы очень приятно смотреть. Но, по крайней мере, по рисованным вишням видно, что это вишня. Спасибо именно о том. А то бывает, что на дерево смотришь, и непонятно, что там висит. Яблоко, вишня, груша или еще что-то, что там автор задумал. Так, ребят, продолжаем разгружаться. В данном случае у нас идет известь. Остается у нас последний расходник, который нужен, чтобы окончательно все бустануть. А именно, речь идет у нас о палетах. Я полностью не буду разгружаться, потому что нам главное просто производство запустить. И оно не требует особо много расходников. Не нужно забивать прям до упора абсолютно каждую точку, точнее, позицию хранения в этом самом, друзья, саду. Ну, вот мы сейчас разгрузим где-то литров, ну, где-то тысяч двадцать. Ну, и на этом остановимся и поедем к следующей точке. Итак, сдаем потихонечку. Ну, и вот начинаем разгружать наш трейлер МАН. Так, разгрузка идет, идет, идет. Ну, вот, ребята, еще один момент, на котором, наверное, стоит остановиться, пока я занимаюсь этим утренным процессом. Я уже изначально говорил, но, тем не менее, стоит на него обращать внимание. Один из двух ключевых моментов расходников – это навоз. Ну, если берем стандартную карту, ну, вы его можете заменить на другой расходник, такой, как компост. Он есть на некоторых модовых картах, так что, если не знаете, куда его девать, то вот в случае, если установите этот самый мод, знайте, что вместо навоза его можно привозить сюда и грузить, как один из ключевых расходников, который позволит вам получать урожай с любого сада. А мы пока перемещаемся, друзья, к следующей точке. Здесь у нас отдельная стоит катка с вишенкой. Ну, сейчас будем потихонечку разгружаться. Так, что-то мы застыли на 5000 литров. Или я неправильно расположился. А, наверное, емкость просто вот. Господи, боже мой. Ну, вот она. Пытливого молния, конечно, не хватает. Разумеется, емкость-то у одной катки существенно меньше, чем у целого предприятия. Такого, как фруктовый сад. Ну, вы сами все видите. 7000 литров – все. Емкость нашей катки вот ограничивается по палетам именно такой величиной. Ну, и начинаем грузить ключевые расходники, такие как воду и навоз. Все будет ровно то же самое, что и в первом случае. Просто у нас будет несколько грузовики поскромнее. Да и опять же, не все мы будем грузить, потому что уж для одного-то дерева столько расходников не требуется, как для целого фруктового сада. Конечно, такие вот фруктовые сады, как, например, этот, хороши, ребят. В том плане, что можно их понатыкать. До Одури очень много, особенно когда ровная площадка. Все это будет смотреться издали довольно неплохо. Ну, и самый главный, конечно, буст вот этого всего добра – это огромный, ребятки, выхлоп от денежного потока от всего этого дела. От одного дерева отдельно взятого и вот то, что мы в катке можем купить за полтораху или за тысячу. Либо же от целого сада отбивается все это, ребята, за месяц. Даже не то, что за месяц, а где-то за полмесяца вы можете легко, непринужденно отбить все свои затраты на вот эти самые объекты. Отдельно взятое дерево вообще себя моментально окупает. Там просто, выдав одну палету, там уже выхлоп существенный. А фруктовый сад тоже весьма неплохо работает. Причем там, конечно, надо иметь в виду, ребят, что, ну, мы еще об этом, конечно, поговорим. Хотя, почему бы и нет, давайте и сейчас об этом поговорим. Он очень быстро забивает свое хранилище. Там что-то, там 50 тысяч литров, и вот он моментально его забивает. Поэтому не пытайтесь спать целый месяц или день, в зависимости от того, как вы собираете. Где-нибудь полмесяца, друзья, прокрутите. И потом уже собирайте палеты и смело их везите и продавайте. Иначе будет проблема со складированием. Огромная, и производство ваше не сможет давать больше урожая. А так оно готово разрадовать паре-тройку раз в месяц. Хорошими очень выходами урожая. Ну, опять же, сейчас вы сами, ребят, увидите. Так, загружаем мы последние расходники. Собственно, у нас на повестке дня остались сухие удобрения. Сейчас их изгрузим. Ну, и будем уже крутить. Следующий месяц упадем в сентябрь. Да, и посмотрим то, о чем я уже сказал. Собственно говоря, и сполирнул на тему производительности нашего, друзья, предприятия. Так, ну, много нам, оказалось, не надо расходников. Едем дальше. Давайте уже на вишники посмотрим. А то, я же говорил, что они страшненькие. Ну, вот на листу мы посмотрели. Ну, и, собственно, и вот они, рисованные вишники. Да, конечно, здорово, что мы понимаем, что это вишня. Ну, вот эти картинки-то, конечно, прям не очень, совсем не очень. Ну, да ладно. Главное, что вишня издали вообще замечательно смотрится, если не приближаться. Ну, и самый-самый большой плюс, как я уже сказал и неоднократно это повторил. Это, ребятки, доходность всего самого производства. Сейчас, разумеется, все сами и увидите, и засвидетельствуете. Действительно, это что-то прям невообразимое. Читерный сад, и его надо по хорошему счету подрезать, потому что, ну, выхлоп прям такой аховский. То есть, месяц не надо, чтобы это все заработало. Конечно, опять же, с поправкой на что? Если у вас нет каких-то расходников, например, вы начали без коров, у вас не будет навоза, разумеется, надо что-то придумывать, ну, и так далее, и так далее, и так далее, от чего-то двигаться. Ну, вот видите, ребят, одно дерево дал нам 10 тысяч литров урожая. То есть, он складируется. Вот поэтому складирование не ставьте, создание как минимум, чтобы хотя бы склад не забивался. Тут тоже вот склад полностью забыт, 50 тысяч литров. То есть, выхлоп какой-то просто, ребят, безумнейший, очень безумный. Ну, и сейчас мы увидите стоимость этого добра в магазине. Сейчас мы для начала подойдем к следующему, да, нашей точке. Полностью забивается у нас площадка выходом продукции нашей вишни. Это же прям шик-блеск, красота. Выход, ну, что-то с чем-то, ребят, вы сами все прекрасно понимаете. Итак, смотрим, у нас еще и 16 тысяч литров завалялось на спаде. Так, переходим в магазин, самое вкусное. Так, у нас по факту было 50 тысяч литров в данном случае, да. Смотрим на выход конечной вишенки по стоимости. Ну, вот умножайте полтинник на 4,6 и получаем безумную сумму. В общем, вот просто какая-то лютая жесть. То есть, ну, пусть грубо на 5 тысяч можете умножить, можно на 4600, а вот 4700 с небольшим. Это вот максимальная стоимость, друзья, тысячи литров продукции. Ну, как вы понимаете, за, получается, 1 месяц мы 2 раза перекрываем стоимость потраченных средств на строительство этого сада. Просто тихий-тихий ужас и безумие, конечно, что тут сказать еще. Выхлопы существенные. Так что, друзья, обязательно пользуйтесь этим модом, если вам интересно зарабатывать через механику фруктового сада. Ссылочка на скачивание этого мода, разумеется, в описании. Так что качайте, проверяйте, ну и примеряйте к своему хозяйству. Ну, у меня, друзья, на этом все. Все, что хотел, я вам показал, рассказал. Разумеется, как всегда, в конце своих обзоров я желаю вам и вашим близким здоровья, всего самого наилучшего и, конечно, мирного чистого неба над головами. Подписывайтесь на канал Проростные Симуляторы, как в YouTube, так и в ВК. Ну, а я же надолго не прощаюсь и всего лишь говорю вам пока-пока, еще услышимся и увидимся.